Когда профессионалы общаются между собой, прислушиваться к их разговорам бесполезно. Все равно понять ничего нельзя. Однако на этот раз ситуация иная. В отделении челюстно-лицевой хирургии Одинцовской районной больницы номер 2 обсуждают в первую очередь маршрутизацию своих специфических пациентов. Эта тема сегодня на слуху. А с сегодняшнего мероприятия я жду обновления, апгрейда отношений между врачами-стоматологами-хирургами и челюстно-лицевыми хирургами Московской области. Потому что вы будете смеяться, но новые технологии, я вот сейчас об этом думал, вы меня тоже спрашивали, это забытые старые отношения. И самое важное в медицине, одно из самых важных, это именно коммуникация, связи между врачами в области, отделениями, медицинскими структурами. Действительно, в Подмосковье технологии оперативного вмешательства сегодня находятся на высоком уровне. Необходимо добавить к ним плотное взаимодействие между медучреждениями с учетом их специализации, чтобы и обследование, и сама операция, и послеоперационное восстановление пациента проводились как можно эффективнее. Конференция очень актуальна. Почему? У нас прошла реорганизация округов медицинских во всей области. Округ нас сильно укрупнился. И вот мы собираем всех руководителей стоматологических учреждений семи районов – это Волоколамск, Можайск, Руза, Латашино, Шаховская, Одинцова, ну и Краснознамец, то есть много руководителей, которые определят маршрутизацию направления больных. Мы их лечим, но вопрос такой, что должна быть этапность в лечении. Если там есть тяжелый ушиб головного мозга, сочетно, как правило, с нейрохирургами, мы как-то пытаемся со всеми вместе работать. Еще одна важная проблема касается так называемых экстренных больных – пациентов с диагнозами, которых, казалось бы, можно было избежать. К тяжелым запущенным случаям ведет, как правило, пренебрежение здоровьем своих зубов и несвоевременное обращение к врачам. Мы хотим провести, во-первых, информацию до хирургов-стоматологов, чтобы они знали, что делать с такими экстренными больными, когда амбулаторную помощь оказать уже невозможно, куда направить, где находится ближайший челюстно-лицевой хирург, где находится ближайшее отделение челюстно-лицевой хирургии, как быстро можно связаться с нами, с головным подразделением челюстно-лицевой хирургии. Конечно же, это самая главная составляющая сегодняшней конференции. Конечно, у конференции была и значительная научная составляющая. Хирурги обсудили современные методы лечения, антибактериальную терапию и реабилитацию своих пациентов. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok